здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика вяжем сегодня смут шарф капюшон в общем такую универсальную вещь плед пончо да как угодно его можно использовать на мой взгляд универсальная вещь на зиму спицы четыре с половиной миллиметра довольно достаточно толстые нет нитки достаточно тонкие то есть вязать мы будем свободно 300 метров 100 граммах у меня здесь большой моток 400 метров то есть 1200 метров и начинаем с того что набираем 3 петли вязать начинаем от нижнего угла здесь как обычно я делаю узелок вяжем лицевыми петлями то есть платочной вязкой и в начале каждого ряда мы будем делать вот такую вот воздушную петлю для достижения нашего угла кромочную вяжем изнаночной работу поворачиваем в начале каждого ряда мы делаем вот эту воздушную петлю то есть в каждом ряду у нас добавляется одна петля вязание довольно достаточно свободное для того чтобы полотно у нас было таким воздушным и гибким туго вязать эту вещь нет не нужно видите в каждом ряду у нас добавляется одна петля и таким вот образом наше вязание под прямым углом на расширяется далее будем выполнять вот такой вот узор вот когда мы воздушную петлю провязываем одну лицевую делаем накид и провязываем 2 вместе накид 2 вместе и далее уже вяжем просто лицевой заканчиваем 1 лицевая 1 изнаночная то есть последний накид 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 2 вместе не выполняем в каждом ряду у нас этих накидов будет больше они будут добавляться теперь вяжем один ряд лицевыми петлями не забываем делать воздушную петлю начале второй ряд лицевыми петлями третий ряд лицевыми петлями четвертый ряд тоже лицевыми петлями пятый ряд снова то же самое то есть между вот этими рядами с дырочками у нас будет 5 лицевых рядов мы их провязали и теперь снова будем выполнять дырочки воздушная петля лицевая накид накид 2 вместе накид 2 вместе накид 2 вместе лицевая изнаночная и далее опять вяжем 5 рядов лицевыми петлями и в шестом ряду делаем наши накиды и таким вот образом вяжем пока у нас не будет высоту от угла в высоту 70 сантиметров полотно тут смотрите связала я большой-большой треугольник тут конечно его плохо видно но я вам сейчас просто буду рисовать и вам будет намного понятнее вся конструкция у нас состоит из большого треугольника вот этого который мы связали сейчас это у нас сейчас на данном этапе вот я связала треугольник здесь у меня 70 сантиметров вот это вот сторона 100 сантиметров вот здесь у меня 200 петель 200 петель начинала я с трех петель как вы помните и закончила 200 петель но на вот эти петли вы не ориентируйтесь ориентируйтесь на размеры то есть высоту мы вяжем 70 сантиметров боковая сторона 100 сантиметров баба в начале каждого ряда мы сделали я вот условно обозначу розовым фломастером добавление теперь я вот это количество петель делю пополам какое бы у вас не было возможно 300 петель любое количество которое у вас на этом этапе получилось делим на пополам и в середине вязание разделяем и вяжем каждую сторону отдельно то есть еще у нас будет вот так вот два треугольника то есть вот этот у нас готов теперь нам нужно отдельно связать два треугольника теперь убавлять в начале каждого ряда так как здесь мы делали добавление здесь мы будем начале каждого ряда убавлять сначала вижу одну половинку пока у меня не останется 3 петли потом вижу вторую половину пока не останется 3 петли и в начале каждого ряда я буду делать убавление то есть провязывать 2 вместе 2 вместе и вяжу и вот последняя петля в моем случае 100 ровно половина моего вязания я и вижу изнаночной как кромочную работу поворачиваю и буду вязать вот эту половину эта половина у меня будет здесь пока на спицах снова в начале ряда 2 петли вместе и продолжаем так до того момента пока у нас на спицах не останется 3 петли которые мы закроем смотрите девчонки один угол я довязала сошло на нет до 3 петель вот так вот видите угол выглядит конечно плохо видно на картинке то что я говорила теперь вяжем вторую половину точно также в начале каждого ряда делаем 2 вместе провязываем 2 вместе и тоже довязываем до как бы логического завершения до трех петель присоединяю нить и вяжу вторую половину в начале ряда 2 вместе в начале каждого ряда и продолжаем по узору вязать убавляя в начале каждого ряда 2 петли и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok